Из неоконченного. Расстройство компенсации. Часть первая. В доме уездного предводителя Бондарева Михаила Ильича шла всеночная. Служил молодой священник, полный блондин, с длинными кудрями и широким носом, похожий на льва. Пели только дичок и письмоводитель. Михаил Ильич, серьезно больной, неподвижно сидел в кресле, бледный, с закрытыми глазами, точно мертвец. Жена его, Вера Андреевна, стояла рядом, склонив голову на бок. В ленивой и покорной позе человека, равнодушного к религии, но обязанного стоять и изредка креститься. Александр Андреевич Яншин, родной брат Веры Андреевны, и его жена Леночка стояли позади кресла и тоже рядом. Был канун Троицы. В саду тихо шумели деревья, и прекрасная вечерняя заря горела по-праздничному, захватив полнеба. Слышался ли в открытые окна трезвон городских и монастырских колоколов? Кричал ли на дворе павлин или кашлял кто-нибудь с передней? Всем невольно приходила на мысль, что Михаил Ильич серьезно болен. Что доктора приказали, как только ему станет легче, везти его за границу. Но что из-за дня в день ему становилось то лучше, то хуже, ничего нельзя было понять. А время шло. Неопределенность наскучила. Яншин еще на Пасху приехал сюда, чтобы помочь сестре везти мужа за границу. Но вот уж он прожил здесь со своей женой почти два месяца. Вот уж случится при нем чуть ли не третье всеночное, а будущее все еще в тумане. И ничего нельзя понять. И никто бы не мог поручиться, что этот кошмар не будет тянуться до осени. Яншин был недоволен и скучал. Ему надоело каждый день собираться за границу. И уж хотелось домой, к себе в новоселке. Правда, и дома не весело. Но зато там нет этой просторной зала с четырьмя колоннами по углам. Нет белых кресел с золотистой обивкой, желтых портьер, люстры. И всей этой мещанской бескусицы, претендующей на великолепие. Нет эхо, повторяющего ночью каждый твой шаг. А главное, нет этого болезненного, желтого, пухлого лица с закрытыми глазами. Дома можно смеяться, говорить глупость и громко ссориться с женой или с матерью. Одним словом, жить как хочешь. А здесь точно в пансионе. Ходи на цыпочках, шепчись. Говори только умно. Или вот стой и слушай вседочную, которая слушается не из религиозного чувства. А как говорит сам Михаил Ильич, по традиции. И ничто так не утомляет и не принижает, как это состояние, когда приходится смиряться перед человеком, которого в глубине души считаешь ничтожеством. И нянчиться с больным, которого не жаль. Яншин думал еще об одном обстоятельстве. В прошлую ночь жена Леночки объявила ему, что она беременна. Эта новость была интересна только потому, что вносила в вопрос о поездке еще новую сбуту. Как теперь быть? Вести ли Леночку с собой за границу или же отправить ее к матери в новоселке? Но путешествовать в ее положение было бы неудобно. А домой она ни за что не поедет, так как не ладится своей свекровью и не согласится жить в деревне одна без буша. Или мне воспользоваться этим предлогом и вместе с нею уехать домой, думал Яншин, стараясь не слушать дичка. Нет, неловко оставлять в суд веру одну, решил он, взглянув в достроенную фигурку своей сестры. Но как же быть? Он думал и спрашивал себя. Как же быть? И его жизнь представлялась его крайне сложной и запутанной. Все эти вопросы о поездке, сестре, жене, зяте и прочее каждый день в отдельности, быть может, решались бы очень легко и удобно. Но все они были спутаны вместе и походили на невылазные болоты. И стоило только решить какой-нибудь один, чтобы от этого еще пуще запутались другие. Когда священник перед тем, как читать Евангелие, обернулся и сказал — Мир всем! — больной Михаил Ильич вдруг открыл глаза и задвигался в кресле. — Саша! — позвал он. Яншин быстро подошел к нему и нагнулся. — Мне не нравится, как он служит! — сказал Михаил Ильич в полголоса, но так, что слова его ясно принеслись по зале. Дыхание у него было тяжелое, со свистом и хрипом. — Я уйду отсюда! Проводи меня, Саша! Яншин помог ему подняться и взял его под руку. — Ты останься, милая! — сказал Михаил Ильич слабым, простящим голосом жене, которая хотела взять его под руку с другой стороны. — Останься! — повторил он с раздражением, скалянув на ее равнодушное лицо. — Я и так дойду! Священник стоял с раскрытым Евангелем и ждал. Среди наступившей тишины ясно послышалось стройное хоровое пение мужских голосов. Или где-то за садом, должно быть, на реке. И вышло очень мило, когда вдруг зазвонили в соседнем монастыре, и этот мягкий мелодичный звон смешался с пением. У Яншина сшалось сердце от сладкого предчувствия чего-то хорошего, и он едва не забыл, что ему нужно вести больного. Посторонние звуки, прилетевшие в залу, почему-то напомнили ему, как мало в его теперешней жизни наслаждения и свободы, и как мелки, ничтожные и неинтересные задачи, которые он с таким напряжением решал каждый день от утра до ночи. Когда он повел больного и прислуга, сторонясь и давая дорогу, поглядывал с мрачным любопытством, с каким обыкновенно в деревнях глядят на мертвое тело, он вдруг почувствовал ненависть, тяжелую, острую ненависть к пухлому, бритому, актерскому лицу, больного, к его рукам воскового цвета, к плюшевому халату, к дыханию, к стуку его черной палки. От этого чувства, которое он теперь испытывал впервые за все время, пока жил, и которое так неожиданно захватило его, у него похолодели голова и ноги, и сильно застучало сердце. Ему страстно захотелось, чтобы Михаил Ильич умер сию же минуту, чтобы он вскрикнул в последний раз и хлопнулся об пол. Но в одно мгновение он вообразил себе эту смерть и с ужасом отвернулся от нее. Когда вышли из залы, он хотел уж не смерти больного, а жизни для себя, оторвать бы руки от теплой подмышки и бежать, бежать, бежать без оглядки. Постель для Михаила Ильича была устроена в кабинете на турецком диване. В спальне больному казалось жарко и неудобно. — Что-нибудь одно, будь попом или гусаром, — сказал он, тяжело опускаясь на диван. — Что за манера? Ах, боже мой, я бы такого ферта попа в дички разжаловал. Глядя на его капризное несчастное лицо, Яншин хотел возразить ему, сказать какую-нибудь дерзость, сознаться в своей ненависти. Но вспомнил приказ докторов не волновать больного и промолчал. Впрочем, не в докторах дело. Чего бы только нельзя было наговорить и накричать, если бы с этим ненавистным человеком не была связана навеки и безнадежна судьба сестры Веры. У Михаила Ильича была манера постоянно выпячивать вперед шатые губы и двигать ими в стороны, то, что он сосал леденец. И это движение бритых и полных губ раздражало теперь Яншина. «Ты, Саша, иди туда!» — сказал Михаил Ильич. «Ты здоров и, кажется, равнодушен к церкви. Для тебя все равно, кто бы ни служил. Иди!» «Но ты ведь тоже равнодушен к церкви?» — тихо проговорил Яншин, сдерживая себя. «Нет, я верую в провидение и приздаю церковь. Вот именно, как мне кажется, в религии тебе нужны не Бог и не истина, а такие слова, как «провидение», «свыше». Яншин хотел прибавить, иначе бы сегодня ты не оскорбил бы священника, но замолчал. Ему казалось, что он уж позволил себе сказать, и без того слишком много. «Иди, пожалуйста!» — проговорил нетерпеливо Михаил Ильич, который не любил, когда с ним не соглашались или говорили о нем самом. «Я никого не желаю стеснять. Я знаю, как тяжело сидеть около больного. Знаю, брат. Всегда говорил и буду говорить. Нет тяжелее и святей труда, как труд сиделки. Иди, сделай милость!» Яншин вышел из кабинета. Спустившись к себе вниз, он надел пальто и шляпой через парадную дверь прошел сад. Был уже девятый час. Вверху пели канон, пробираясь между клумб и розовых кустов голубых из гелиотропа вензелей 5 и М, то есть Вера и Михаил, и мимо множества чудесных цветов, которые в этой усадьбе никому не заставляли удовольствия, а росли и цвели, вероятно, тоже по традиции, Яншин спешил и боялся, как бы ни окликнула его сверху жена. Она легко могла его увидеть. Ну вот он, пройдя немного парком, вышел на еловую аллею, длинную и темную сквозь, которую по вечерам бывает виден закат. Тут старые дряхлые ели всегда, даже в тихую погоду, издают легкий суровый шум, пахнет смолой, и ноги скользят по сухим иглам. Яншин шел и думал о том, что ненависть, которая сегодня во время всеночной так неожиданно овладела им, уже не оставит его, и с нею придется считаться. Она вносила в его жизнь еще новые осложнения и обещала мало хорошего. Но от ели, спокойного, далекого неба и от праздничной зари веяло миром и благодатью. Он с удовольствием прислушался к своим шагам, которые одиноко и глухо раздавались в темные аллеи и уж не спрашивал себя, как же быть. Почти каждый вечер он ходил на станцию получать газеты и письма, и это, пока он жил у зятя, было его единственным развлечением. Почтовый поезд приходил в три четверти десятого, именно в то время, когда дома начиналась нестерпимая вечерняя скука. В карте играть было не с кем, ужинать не давали, спать не хотелось, и потому приходилось подеволе или сидеть около больного, или же читать слух Леночки переводные романы, которые она очень любила. Станция была большая, с буфетом и с книжным шкафом. Можно было закусить, выпить пиво, посмотреть книги. Больше же всего Яншину нравилось встречать поезд и завидовать пассажирам, которые куда-то ехали, казалось, ему были счастливее, чем он. Когда он пришел на станцию, то на платформе уже гуляла в ожидании поезда та публика, которую он привык видеть здесь каждый вечер. Тут были дачники, жившие около станции, два-три офицера из города, какой-то помещик со шпорой на правой ноге и с догом, который ходил за ним печально, опустив голову. Дачники и дачницы, очевидно, хорошо знакомые между собой, громко разговаривали и смеялись. Как всегда, больше всех был оживлен и громче всех смеялся дачник-инженер, очень полный мужчина, лет 45, с бакенами и широким тазом, одеты в ситцевую рубаху на выпуск и плисовые шаровары. Когда он, выпитив вперед свой большой живот и поглаживая бакены, проходил мимо Яншина и ласково взглядывал на него своими масляными глазами, то Яншину казалось, что этот человек живет с большим аппетитом. У инженера было даже особенное выражение на лице, которое нельзя было иначе прочесть, как только «Ах, как вкусно!». Фамилия у него была нескладная, тройная. И Яншин напомнил ее только потому, что инженер, любивший громко поговорить о политике, поспорить часто клялся и говорил «Не будь я битный кушай, совремайч!». Говорили, что он был большой весельчак, хлебосол и страстный винтер. Яншину давно уже хотелось познакомиться с ним, но подойти к нему и заговорить он не решался, хотя догадывался, что тот был не прочь от знакомства. Гуляя одиноко по платформе и слушая дачников, Яншин всякий раз почему-то вспоминал, что ему уже 31 год и что, начиная с 24 лет, когда он кончил в университете, он ни одного дня не прожил с удовольствием. То тяжба с соседом из-за межи, то у жены Уикида, что кажется, что сестра Вера несчастна, то вот Михаил Ильич болен и нужно везти его за границу. Он соображал, что все это будет продолжаться и повторяться в разных видах без конца и что в 40 и 50 лет будут такие же заботы и мысли, как и в 31. А не, словом, из этой твердой скорлупы ему не выйти уже до самой смерти. Надо уметь обманывать себя, чтобы думать иначе. И ему хотелось перестать быть устрицей, хотя на один час хотелось заглянуть в чужой мир, увлечься тем, что не касалось его лично, поговорить с посторонними для него людьми, хотя бы с этим толстым инженером или с дачницами, которые в вечерних сумерках все были так красивы, веселы, а главное — молоды. Пришел поезд. Помещик с одной шпорой встретил полную пожилую даму, которая обняла его и несколько раз повторила взволнованным голосом «Алексис!» По всей вероятности, это была его мать. Он, церемонно, точно балетный, Жан-Премьер, звякнув шпоры, предложил ей руку и сказал носильчику бархатным слащавым баритону «Будьте так любезны, получите наш багаж!» Скоро поезд ушел, дачники получили свои газеты и письма, и разошлись по домам. Наступила тишина. Яншин погулял еще немного по платформе и пошел в залу первокласса. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел порцию телятины и выпил пиво. Церемонные, изысканные манеры помещика со шпорой, его слащавый баритон и вежливость, в которой было так мало простоты, произвели на него неотвязчивое, болезненное впечатление. Он вспомнил его длинные усы, и доброе, и неглупое, но какое-то странное, непонятное лицо, его манеру потирать руки, как будто было холодно, и думал о том, что если полная божилая дама действительно мать этого человека, то, вероятно, она очень несчастна. Ее взволнованный голос говорил только одно слово «Алексис», но ее робкое, растерянное лицо и любящие глаза договаривали все остальное. Часть вторая. Вера Андреевна видела в окно, как уходил ее брат. Она знала, что он идет на станцию, и вообразила себе еловую аллею всю до конца. Потом спуск к реке, широкий вид, и то впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на нее река, заливные луга, а за ними станция и березовый лес, где жили дачники, а направо вдали уездный городок и монастырь с золотыми главами. Потом она вообразила опять аллею, темноту, свой страх и стыд, знакомые шаги и все то, что может повториться опять, быть может, даже сегодня. И она вышла из зала на минутку, чтобы распорядиться насчет чаю для батюшки, и, придя в столовую, достала из кармана письмо в твердом конверте и с заграничной маркой, согнутое вдвое. Это письмо было принесено ей минут за пять до всеночной, и она успела уже прочесть его два раза. «Милая моя, дорогая, мучение мое, тоска моя», прочитала она, держа письмо в обеих руках и давая им обеим упиваться прикосновением к этим милым горячим строкам. «Милая моя», начала она опять с первого слова, «дорогая, мучение мое, тоска моя, ты пишешь убедительно, но я все-таки не знаю, что мне делать». «Ты тогда сказала, что, наверное, уезжаешь в Италию, и я, как сумасшедший, подскакал вперед встретить тебя здесь и любить мою милую, мою радость. Я думал, что здесь ты уже не будешь в лунной ночи бояться, как бы мою тень не увидели из окна твой муж или брат. Здесь я гулял бы с тобою по улицам, и ты не боялась бы, что Рим или Венецию знают о том, что мы любим друг друга. Прости мое сокровище, но есть вера робкая, молодушная, нерешительная, и есть другая вера, равнодушная, голодная, гордая, которая при посторонних называет меня вы и делает вид, что едва замечает меня. Я хочу, чтобы меня любила эта другая, эта гордая и прекрасная. Я не хочу быть филином, который имеет право наслаждаться только вечером и ночью. Дай мне света. Потемки гнетут меня, милые, и эта наша любовь урывками и украдкой держит меня в проголодь, и я раздражен, страдаю, бешусь. Ну, одним словом, я думал, что моя вера не первая, а другая здесь, за границей, где от надзора легче укрыться, чем дома, даст мне хоть один час полный настоящей любви, без оглядки, чтобы я хоть один раз, как следует, почувствовал себя любовником, а не контрабандистом, чтобы ты, когда обнимаешь, не говорила, мне уже пора. Я думал, так, но вот прошел уже целый месяц, как я живу во Флоренции, тебя нет и ничего не известно. Ты пишешь, в этом месяце мы едва ли выберемся. Что же это такое? Отчаяние мое, что ты делаешь со мной? Пойми, я без тебя не могу, не могу, не могу. Говорят, Италия прекрасна, но мне скучно. Я точно в изгнании, и моя сильная любовь томится, как сильная. Мой каламбур, скажешь, не смешон, но ведь зато я смешон, как шут. Я мечусь то в Болонию, то в Венеции, то в Рим, и все смотрю, нет ли в толпе женщины, похожей на тебя. Отскоке я по пяти раз обошел уже все картины галереи и музеи, и видел на картинах только тебя одну. В Риме я с одышкой, взбираюсь на Монте-Пеницио, и смотрю оттуда на вечный город, но вечность, красота, небо, все сливается у меня в один образ с твоим лицом и в твоем платье. Я здесь, во Воренции, я хожу по лавкам, где продают скульптуры, и когда никого не бывает в лавке, обнимаю статую, и мне кажется, что это я тебя обнимаю. Ты нужна мне сейчас, сию минуту. Вера, я безумствую, но, прости, я не могу. Я завтра уеду к тебе. Это письмо лишнее. Ну, да пусть. Милая, значит, решено. И я завтра еду. Антон Павлович Чехов. Расстройство компенсации. Читал Джахангир Абдулаев. 15 декабря, 2022 год. Субтитры создавал DimaTorzok